Итак, здесь мы видим классическую антиномию или противопоставление в Якове во второй главе «Вера плюс дела» и то, что человек оправдывается делами 24 стих говорит об этом черным по белому Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только И посмотрите, для сравнения Откройте послание к римлянам, 4 главу Римлянам, 4 глава Ну, например, стих 5 из 4 главы «А не делающему...» Выше сказано было 4 стихом в издании «Делающим вменяется не по милости, но по долгу А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого Вера его вменяется в праведность И 6 стих «Так и Давид называют блаженным человека, которому Бог вменяет праведность, независимо от дел» Видите, да? Вера, которая вменяется в праведность, независимо от дела И вот это классическое противопоставление концепции Павла, что человек оправдывается верой во Христа, независимо от дел закона И с тем, что говорит Яков Что человек оправдывается делами, а не верует только На самом деле это видимое противоречие настолько велико, что были и остаются люди В христианской церкви, которые по этой причине либо считают, что Яков говорит правильно И Павла понимает неправильно И исторические церкви выбирают путь того, чтобы они ставят во главу угла изречения Якова здесь Что человек оправдывается делами, а не верует только Что это является нормативным А то, что говорит Павел, является неудобо-вразумительным И, соответственно, люди, которые это используют, они превращают его, как и прочие писания, к своей погибели И неправильно понимает Павла, когда он говорит, что человек оправдывается верою только Верой во Христа, вне зависимости от дел закона Это одна точка зрения Другие, ревностные о благодати и о спасении через веру только Идут другим путем, противоположным Они говорят, что Яков заблуждается Мартин Лютер был близок к тому, чтобы выбросить Якова из канона Он этого не сделал, он этого не делал Он был близок к тому, он называл Якова даже воскликнул как-то в негодовании, в сердцах Что послание Якова является соломенным посланием То есть, в отличие от посланий Павловых Евангелия от Иоанна Первое послание Иоанна Что в отличие от этих краеугольных евангельских посланий Которые имеют драгоценные камни Послание Якова на их фоне является соломенным посланием Потому что говорит о делах И практически ничего не говорит о благодати Вот, и у меня есть даже знакомые Которые считают, что Якову не место в каноне Святого Писания Именно потому, что он входит в видимое противоречие с Павлом А как мы знаем, апостол Павел был особенно апостолом язычников Для язычников Который был дан, поставлен для того, чтобы он шел и проповедовал необрезанным То есть, это признается другими апостолами Это запечатлено в Писании И апостол Павел является человеком Через которого дано было большая часть Нового Завета Не количественно То есть, если взять по количеству слов и предложений То, скорее всего, это окажется Лука Потому что его Евангелие плюс Диане составляет большую часть среди посланий Не знаю, хотя там Евангелие тоже Но Павел, через него было дано многое И, соответственно, если это идет вразрез с Павлом, как кажется То тогда Якову не место в каноне Ну, как бы это вот такой вот аргумент Вот Но я сейчас предлагаю нам рассмотреть Писание Не предвзято Исходя, однако, из следующей парадигмы Из следующей аксионы Яков в Писании Мы не можем его выбросить Мы не можем замазать то, что он сказал Мы исходим из того, что Яков Послание Якова является частью Бога Духновенного Писания Которое надлежит рассматривать столь же серьезно И у нас нету такой альтернативы, чтобы притвориться, что Якова нет в Писании Или что по ошибке он был включен Нет Мы верим, что Бог в своем провидении сохранил для нас свое Писание Мы имеем полноту его откровения И послание Якова является частью этого откровения Поэтому мы не можем притвориться, что его нет в Писании Окей Теперь, о чем же здесь говорит Яков Давайте сейчас рассмотрим несколько вот эту вторую главу Якова Контекст ее И будем, разумеется, сравнивать с другими Писаниями Мы не можем ни одно пророчество разрешить самим собой Мы должны обращаться к другим местам для того, чтобы понять смысл Духа Святого Итак, первое, что он здесь говорит Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа Славы, невзирая на лица Интересное дело, что на греческом здесь Он говорит, имейте веру в Иисуса Христа То есть даже не веру в Иисуса Христа Имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа Славы, невзирая на лица И как это понимать? Имейте веру Иисуса Христа нашего Господа, невзирая на лица То есть нелицеприятно, безлицеприятия Означает ли это, что он говорит здесь о вере самого Иисуса Христа? Как об этом говорит апостол Павел в некоторых местах Например, в Эфесянах 3.12, в Филиппийцах 3.9 Или же, например, Галатам 2.16, где говорится Человек оправдывается не делами закона, а верою Иисуса Христа И потому и мы уверовали в Иисуса Христа, чтобы оправдаться верою Христа, а не делами закона Ибо делами закон не оправдаст никакая плоть и так далее И ряд стихов говорит о вере Иисуса Христа И имеется ли здесь в виду его собственная вера? Либо вера как наше исповедание И вот здесь второе, скорее всего, более вероятное Он имеет в виду здесь веру как учение Иисуса Христа То есть, чтобы мы учение Христа, Его заповеди к нам Его наставления, чтобы мы содержали это И практиковали самое главное безлицеприятия, безлицемерия И он дальше продолжает Он говорит, смотрите, если ваше собрание По-гречески синагога В то время еще верующие из иудеев Собирались И так же, как собирались иудеи В синагогу Вот И в основном это были верующие Из иудеев и Яков Будучи Апостолом обрезанных Он в особенности обращается именно к иудеям Вот Он говорит, если в собрание ваше войдет человек с золотым перстем В богатой одежде Войдет же и бедный в скудной одежде И вы, смотря на одетого в богатую одежду Скажете ему Тебе хорошо сесть здесь А бедному скажете Ты стань там или сади здесь у ног моих То не пересуживаете ли вы в себе И не становитесь ли судьями с худыми мыслями О чем здесь говорит апостол вкратце Он говорит о лицеприятии О том, что верующие поступают иногда по обычаю человеческому То есть встречают по одежке Встречают по тому, как человек выглядит Как от него пахнет И относятся по обычаю человеческому О, этот человек достойный Мы дадим ему достойное место А этот бедный Ничего не стоящий Ему не обязательно давать место на скамейке Пусть он постоит где-нибудь у входа Или у ног моих Вот Он говорит Не пересуживаете ли вы в себе И не становитесь ли судьями с худыми мыслями Послушайте, братья мои возлюбленные Не бедных ли мира избрал Бог Быть богатыми верою И наследниками царствия, которые он обещал любящим его А вы презрели бедного Не богатые ли притесняют вас И не они ли влекут вас в суды Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь Иаков здесь Вторя учению самого Господа Христа Говорит о том, что Верующие Братья, да, которым он обращается Братья мои даже возлюбленные Не должны поступать по обычаю человеческому И не должны судить по плоти По наружности Но судить должны судом праведным То есть, когда говорится, чтобы не судили Иногда, допустим, превратно Цитируют люди Не судите, да не судимы будете И говорят это таким образом, что Вообще не надо делать никаких суждений Да не судите, не судимы будете Вот кто никак не делает никаких суждений Это хорошо Но это неверно Христос в 7 главе Евангелия от Матфея Говорит об осуждении Вот это не должны мы делать Потому что один судья Который судит правильно Поэтому мы не должны быть таковыми Которые произносят укоризненный суд Или же окончательное осуждение Это не наше право Говорить о человеке, что Допустим, что он Точно Отверженный, допустим Или же, что он точно Окажется в воду Потому что мы попросту Не знаем этих вещей Не в нашей этой власти Или кого-то осудить Что этот человек точно заслуживает Смертного приговора Это не наше прерогатива Мы не должны осуждать Судить, однако Необходимо И вот он здесь говорит Вы становитесь судьями С худыми мыслями Он говорит Посмотрите И тут он напоминает Слова Господа Иисуса Он говорит Не бедных ли мира Избрал Бог Быть богатыми верою И наследниками царства Которого он обещал Любящим его Это происходит В контексте Иудеев У верующих У которых Свежи были еще В памяти Слова самого Господа Например В Нагорной проповеди Вообще В предании Которые ходили Об Иисусе В те слова Которые они помнили Потому что Это передавалось Тогда Уже ходили Евангелия записаны Но также Слова Иисуса Например Когда он говорил Трудно Богатому войти В царство Божие Что легче Верблюду войти В В В Игольное ушко Чем Например Богатому Войти в царство Помните Да Господь об этом Говорит Вот И Он как бы Апеллирует К вот этим вещам Что Также Иисус Говорит Блаженный Нищий Духом В Евангелии От Луки Повторяется Эта же мысль Просто говорится О блаженстве Нищих Люди Однако Склонны были Воспринимать Слова Иисуса Очень так Прямо Вот И В В определенной степени Был даже Среди Ранней церкви Есть Основания Полагать Что Бедность Стала Превозноситься Очень скоро Как в качестве Добродетели Здесь я уже Взаимодействую С тем Что например Говорит апостол Павел В первом послании Тимофея Во второй главе Где он Дает наставление Чтобы молились За всех Сейчас на секунду Откроем Это не Не является Строго говоря Прямой Иллюстрацией Вот Но тем Не менее Чтобы Понимали Как У верующих Происходит Их Иногда Как Своего рода Как маятник Который Качается Их Заносит В крайности Вот Например Во второй главе Первого Тимофея Павел Говорит Чтобы Молились Приносили Верующие Чтобы совершали Молитвы Прошения Моления Благодарения За всех Человеков За царей Это Вторая глава Первого Тимофея За начальствующих Дабы проводить Нам жизнь Тихую Безмятежную Во всяком Благочестии Чистоте Ибо Это Хорошо угодно Спаситель Нашему Богу Который Хочет Чтобы Все люди Спаслись И достигли Познания Истины И он дальше Напоминает Что Един Бог Единый Посредник Пежду Богом И человеком Христос Иисус Предавший Себя Для искупления Всех Таково Было В свое Время Свидетельство Вот Здесь Павел Как бы Напоминает Смотрите Молитвы Прошения Совершайте За разного Рода Людей Включая Начальствующих Включая Знатных А начальствующие Они же Были Богатыми Потому что В их руках Как правило Было И положение И власть И деньги Власть И деньги Очень часто Идут вместе Апостол Павел Особо Здесь Призывает Их Молиться За богатых И он Приводит Аргумент Для этого Он говорит Ну во первых Чтобы проводить Нам жизнь Тихую Безмятежную Если Начальствующие Будут Дружелюбно Настроены И в сердцах Будут расположены К верующим Не будут их гнать То и вы будете Проводить жизнь Тихую Безмятежную Первая причина Вторая Что Это Также Хорошо Угодно Спаситель Нашему Богу Который Хочет Чтобы Всякого Рода Люди Здесь Под Всеми Людьми Нужно Понимать Избранных Людей Из всех Родов И сословий Не всех Людей Поголовно А В том числе И начальствующих В том числе Из дома Кесарева В том числе Из дома Первого Священника В том числе Из разных Людей И Очевидно Что Почему Он на этом Уже сложилось Такое представление Что Если человек Богатый То он Скорее всего Отверженный Они опять же Вспоминали Слова Иисуса Что Как трудно Богатому Войти В царствие А давайте Откроем на секунду Это место Это что у нас Евангелие От Матфея Девятнадцатая Глава Посмотрите Как Как восприятие Людей Окрашивает Потом Писание Смотрите Это происходит После В контексте Эпизода С богатыми Юношей Когда Юноша Приходит И говорит Учитель Благий Что сделать Мне доброго Чтобы иметь Жизнь Вечную Ну и вот Происходит Диалог Он говорит Ну Что ты Называешь Меня Благим Один Бог Только Благ То есть Если ты Называешь Меня Благим Не означает Лето Вот Потом Говорит Если хочешь Войти В жизнь Вечную Соблюди Заповеди Вот Он Перечисляет Ему заповеди Тут Говорит Ну я Все Это Остаблю Он Говорит Хорошо Остается Тебе Осталось Все Если хочешь Быть Совершенным Пойди Продай Имение Твое Раздай Нищим И будешь Иметь Сокровищ На небесах И приходи Следуй За мной Услышав Слово Это 22 Стих Юноша Отошел С печали Потому Что У него Было Большое Имение Иисус Сказал Ученикам Своим Истинно Говорю Вам Что Трудно Богатому Войти В Царство Небесное И еще Говорю Вам Удобнее Верблюду Пройти Сквозь Игольные Урши Нежели Богатому Войти В Царство Божие И теперь Посмотрите Во-первых Образный Особые Врата В Иерусалиме В которых Даже Сам Верблюд Должен Был Становиться На колени Чтобы Войти Что Это Нужно Особо Смириться Образ Иисуса Говорит О другом Он Говорит Что Невозможно Как Верблюд Не может Пройти Через Игольное Угло Через Вот Это Отверстие Так же Богатый Не может Войти Причем Богатство Не только Материального Толка Это то Обо Что Приткнулись Ученики А ученики Думали Что Благословение Божие Роса Небес Произведение Земли Молоко И мед Из этой Земли Что Это В основном Выражается В материальном Достатке И на Богатых Людей Смотрели Как на Благословенных Людей И по Этой Причине Услышав Это Смотрите Ученики Его Весьма Изумились И сказали Так Кто же Может Спастись Видите То есть Учеников Очевидно Были Предрассудки Что Богатые Находятся В преимуществом Положении Для спасения Потому что Они благословенны У них Все есть Это мы Как бы Прокляты Мы Нищие У нас Не хватает Мы часто Имеем Только Одну Одежду Которая На нас И мы Укрываемся Одним Плащом Едим В скудости Не Наедаемся У нас Мало Всего А вот Богатые Они Благословены От Бога Так Очевидно Они Почитали Потому что Они Изумились Так Кто же Если Богатые Не Может Спастись И Иисус Говорит Иисус Возрев Сказал им Человекам Это Невозможно Богу Все Возможно То есть Другими Словами Ни Богатые Ни Бедные Никто Не Может Спастись Самостоятельно Человекам Это Невозможно Богу Все Возможно Ибо От Господа Спасение Человекам Это Не По Силу Ни В Каком Виде Дать Выкуп За Душу Свою Это Просто Невозможно Мы Это Знаем Научение Спасения Говорит Нам Что Спасение Целиком И Полностью От Начала До Конца По Благодати Божьей Осуществляется Только Благодать Божьей Так Чтобы Никто Не Хвалился Чтобы Никакая Плот Не Сказала Что Вот Я Внес Свой Вклад И Благодаря Этому Ты Или Я Дал Тебе Наперед Чтобы Ты Должен Был Мне Воздать Это Вот То Что Говорит Иисус Теперь Смотрите В Якове Возвращайся В Послание К Якова Здесь Если В Первом Тимофее Предрассудки Были Скорее Против Богатых Но Павел Говорит Подождите Есть Люди У Бога В Различных Слоях И Сословиях Даже В Доме У Кесаря Есть Таковые Даже Среди Начальствующих Поэтому Молиться Нужно Из-за Начальствующих За всех Людей За Всякого Рода Людей Именно Так Нужно Понимать Всех Людей Не Всех Людей Поголовно Вот А здесь У Якова Несколько Другая Ситуация Здесь Остаются Вот это Чисто Иудейские Воззрения О том Что Человек Богатый Он же И Благословенный А возможно Если мы Переносим Это В наш Контекст Современный Церковь Мы ведь Тоже Так Относимся С Лицеприятием Вот Евангелики Часто Любят Допустим Какой-то там Профессиональный Футболист Или же Бейсболист Или же Звезда Кино Скажет Хоть какое-нибудь Слово В сторону Бога Или скажет Что-то Вера Мне помогла Когда у меня Был запой Или я пользовался Наркотиками И так далее Они говорят Посмотрите Такой-то Актер Обратился Он верующий И вот Нам бы Его В церковь Его бы Свидетельство Если бы Вышел Звезда Мирового Футбола Или там Бокса Или же Какой-то Актер И сказал бы Вы знаете Вот Иисус Или еще что-то То Это было бы Мощным Свидетельством И поэтому Церкви Очень многие Заинтересованы В том Чтобы Богатый Человек Золотым Перстнем Вошел В собрание Ему скажет Садись Тебе Почетное Место Тебе Хорошо Сесть Здесь А войдет Какой-нибудь Бомж Или Человек Плохо Одетый Ему Скажет Ты Стань Там Или Сади Здесь У ног Он Говорит Вы Вы Получается Становитесь Судьями С худыми Мыслями То есть То есть Вы Вы Забываете О том Что Господь Избирает Нищих Не Бедных Ли мира Избрал Бог Быть Богатыми Верою И Наследниками Царства Если Посмотреть По статистике Среди Верующих Во все Времена Немного Богатных И Немного Знатных Есть Богатые Знатные Какое-то Количество Но Немного Павел говорит Посмотрите На себя Братья Много Ли среди Вас Да Как он Говорит В первом Послании Коринфян Посмотрите Когда он В первой Главе Посмотрите На себя Каковы Вы Сами Будете Посмотрите Братья С 26 Стиха Первой Главе Первой Коринфян Кто Вы Призваны Немного Из вас Мудрых По плоти Немного Сильных Немного Благородных Но Бог Избрал Немудрое Мир Чтобы Пострамить Мудрых И немощное Мир Избрал Бог Чтобы Пострамить Сильные И незнатные Мир И уничиженные И ничего Незначащее Избрал Бог Чтобы Упразднить Значащее Для чего Для того Чтобы Никакая Плоть Не Хватилась Перед Богом То есть Бог Как бы Нарочно Избирает Немудрое Немощное Неблагородное И так далее И соответственно По причине Вот этого Божьего Замысла Церковь Это Обычно Собрание Убогих Небогатых Незнатных Хотя Определенное Количество Знатных Спасалось И спасается И сегодня Так вот Он говорит Вы Должны Помнить Что Бог Избирает И Избрал Бедных Чтобы Они Были Богатыми Верую И еще Он говорит Дальше А вы Богатых Вера Вера Если Мы имеем Веру То Она От Божьего Избрания Бог Избирает Некоторых Людей Чтобы Они Были Богатыми Верой Вера Является Дар Вот вам Пожалуйста Иаков Черным по Белому Говорит О Благодати Избрания Выше В первой Главе Он Говорит Восхотев Восемнадцатый Стих Первой Главы Родил Он Словом Истины Чтобы Нам Быть Некоторым Начатком Его Создания Бог Захотел И Родил Нас Словом Истины Не Мы Захотели Не Мы Решили Не Наш Это Было Желание Нежелание Плати Бог Восхотев Родил Нас Вот Видите Иаков Тот же Самый О котором Говорят Часто Что У Иакова В Послании Нет Благодати Вот Вам На самом деле О том же Что и апостол Павел Он говорит О благодати Что Бог Избирает Бедных Мира Чтобы быть Богатыми Верой И Наследниками Царства Мы должны Благодарить За веру Бога Он Дает Веру Теперь Смотрите Уже Немножко Сужается Вот этот Поток Мысли Мы теперь Переходим К главному Смотрите Теперь он Говорит Если Вы Исполняйте С 8 стиха Закон царский По писанию Возлюби Близнего твоего Как Себя самого Хорошо делайте Но если поступаете С лицеприятием То грех делаете И перед законом Оказывайтесь Преступниками Кто соблюдает Весь закон И согрешит В одном чем-нибудь Тот становится Виновным Во всем Ибо Тот же Кто Сказал Не Прелюбодействуй Сказал И не Убей Посему Если Ты Не Прелюбодействуешь Но Убьешь То Ты Также Преступник Закона Смотрите Он И обращается К Иудеям К Верующим Обратившимся К Христу Из Иудеев Это Очень Важно Понимать В контексте Он Говорит Людям Знающим Закон Если Вы Исполняете Закон Царский По Писанию Возлюби Ближнего Твоего Как Самого Себя Помните Это То Что Иисус Называет Наибольшими Заповедями Да То Есть Возлюби Господа Бога Твоего Всем Сердцем Твоим Всей Душой Твоей Всем Разумением Твоим И всей Крепостью Твоей И Ближнего Твоего Как Самого Себя На Сих Двух Заповедях Утверждается Весь Закон И Пророки И Потому Он Называет Это Яков Говорит Это Царский Как Б Закон Царский Люби Ближнего Как Самого Себя Если Вы Это Делаете Хорошо Если Хорошо Делаете Если Исполняете Но Исполняете Ли Но Если Поступаете С Лицеприятием То Грех Делаете И Перед Законом Оказываетесь Преступниками А Кто Соблюдает Весь Закон И Согрешит В Одном Чем Нибудь Тот Становится Виновным Во всем Ибо Тот Кто Сказал Не Прелюбодействуй Сказал И Не Убей Посему Если Ты Не Прелюбодействуешь Но Убьешь То Ты Также Преступник Закона Посмотрите О чем Здесь Говорит Яков На Поверхности Если Вы Читаете Как Бы С Определенным Покрывалом На Лицах Глубоко Не Разумея Кажется Что Вроде Бы Увещание Якова Слишком Несоразмерно Сильное Как Если Из Воробья Пушками По Воробью Стрелять И что Крупное Речь О чем Лицеприятие Верно То Кого То Кого Кого Сказали Садись Здесь Кому Сказали Стой Там А он Здесь Говорит О таких Вещах Как Прелюбодеяние И убийство И он Говорит Если Ты Не Прелюбодействуешь Но Убьешь То Ты Также Преступник Закона И Вот Он Также Здесь Говорит В Контексте Всего Того Что Было Сказано Ранее В Частности Нагорной Проповеди Иисуса Христа Который Говорит Что Вы Слышали Что Сказано Древним Не Убей Но Я Говорю Что Всякий Ненавидящий Своего Брата Напрасно Уже Подлежит Суду Вот Он Говорит Вы Слышали Что Сказано Древним 21 стих Из 5 главы Матфея Не убивай Кто же Убьет Подлежит Суду А я Говорю Вам Что Всякий Гневающийся На брата Сво Напрасно Подлежит Суду Кто же Скажет Брату Своему Рака Подлежит Синедриону А кто Скажет Безумный Подлежит Гене Огненной Посмотрите Вот это слово Рака Здесь Это на самом деле Арамейский Термин Который Означает Как бы Пустой Кто Скажет Брату Своему Рака Это означает Пустой Или же Бесполезный Человек То есть Смотрите Сегодня Отношение То же Самое К людям Когда Люди Оценивают Других Людей На основании Их Материального Достатка Или же Положения В обществе Они Говорят И некоторые Говорят Прямым Текстом Они Говорят Вот Это Человек А вот Это Разве Это Человек У него Ничего Нет Он Недочеловек Он Пустой Человек Он Бесполезный То есть Другими Словами Они Осудили И они В этом Отношении Уже Как бы Приступили На самом деле Реальным образом Приступили Заповедь Не убивая Потому что Иисус говорит Мало Мало Того Чтобы Удержаться От того Чтобы Взять Топор И Кого-то Зарубить Но Если Ты Гневаешься На брата Или Говоришь Что Человек Пустой Или Бесполезный Или Как об этом Говорит Апостол Иоанн В первом Послании Что Если Кто Не Любит Брата Своего Он Также Является Человек Убийцей Посмотрите Насколько Закон Божий Совершен 15 стих 3 главы 1 послания Иоанна Говорит Всякий Ненавидящий Брата Своего Есть Человека Убийца А вы Знаете Что Никакой Человека Убийца Не имеет Жизни Вечной В нем Пребывающей Видите Выше Еще Десятым Стихом Он Говорит Дети Божьи Дети Дьявола Узнаются Так Всякие Не делающие Правды Не есть От Бога Равно И Не Любящие Брата Своего То есть Нелюбить Это Значит Ненавидеть Ненавидеть Значит Быть Человек Убийц Значит Быть Подобным Дьяволом А никакой Нелюбящий Брата Написано 14 стихом Пребывает В смерти Нелюбящий Брата Пребывает В смерти То есть Он именно Об этом Говорит То есть Если вы Проявляете Вот такую Нелюбовь Которая Практически Открывается В вашем Предпочтении Что вы Предпочитаете Богатых Знатных Но Нищих Вы говорите А ты можешь Вон там Постоять Ты ничего Не стоишь Он говорит Вы В этом Уже Совершили Нарушение Заповеди Не убивай Вы скажете А при чем тут Не прелюбодействует Он говорит Что тот же Кто сказал Яков Который Сказал Не прелюбодействует Он же Сказал А не убивай Что он Имеет ввиду Это опять же Чисто Иудейское Понимание Во всем Ветхом Завете Духовный Блуд Апостатство Идолослужение Описывалось Как Духовный Блуд Всякий Раз Когда Израиль Начинал Служить Другим Богам Это Называлось Что Прелюбодеянин Ты Блудно Пошел Восслед Других Богов Блудница Иуда Блудница Израиль То есть Всякий Раз Когда народ Подал В идолослужение Господь Через Пророков Характеризовал Это Как Прелюбодеяние И взаимоотношения Израиля С Господом Саваофом Рассматривались Как взаимоотношения Жены И мужа И Соответственно Идолослужение Или Когда Приступали Какие-то Затведи Рассматривалось Как Прелюбодеяние То есть Другими словами Что здесь Говорит Апостол Яков Он говорит Смотрите Если вы Ходите В правильное Собрание И Почитаете Одного Бога Это Хорошо Вы Как бы При этом Почитаете Заповедь Не прелюбодейству Мы не Прелюбодеи Мы Служим Истинному Богу Но При этом Если у вас Худые Мысли И вы Пересуживаете И С лицеприятием Поступаете Вы При этом Убиваете Не физически Там не было Убийств Таких Он говорит Не о таких Вещах Что обязательно Должно быть Пролитие Крови Но В мыслях Своих Вы уже Убиваете А если Вы убиваете Он говорит Вы Нарушители Закона А закон Таков Что его Нужно Либо Полностью И совершенно И постоянно Исполнять Либо Ты Под проклятие А все Утверждающиеся На делах Закона Говорит Апостол Павел В третьей главе Галатам Находятся Под клятвы Ибо написано Проклят Всяк Не исполняющий Постоянно Всего Написано В книге Закона Нужно Исполнять Постоянно И совершенно Весь закон Совершил Против Одного Виновен Во всем То есть Другими словами Невозможно Это обличает И нас Мы можем Сказать Что мы Всегда Всех Совершенно Любим Или что Мы всегда Поступаем Из любви К Богу Из любви Ближнего Конечно же А согрешивший В одном Становится Виновным Во всем И вот Мы видим Здесь Одну Функцию Закона Истинное Назначение Закона Не Животворить Не дать Через него Праведность А обличить Человека Во грехе Детоводить Его Ко Христу В этом Истинная Функция Закона Но смотрите Поскольку Он имеет Дело С иудеями А иудеям Было Очень Трудно Отделить Закон От Евангелия Он Говорит Вы думаете Что вы Поступаете По Царскому Закону Исполняете Моральный Закон Я сейчас Покажу Вам Как вы Исполняете Закон Вы Его Не Исполняете А теперь Смотрите Переход 12 стих Так Говорите Так Поступайте Как имеющие Быть судимы По закону Свободы Так Говорите И так Поступайте Как имеющие Быть судимы По закону Свободы Теперь Вам вопрос Закон Свободы Это Закон Десяти Заповедей Или Это Царский Закон Которым Здесь Говорится Возлюби Ближнего Своего Как самого Себя Или же Закон Свободы Это Нечто Иное Он Говорит Так Говорите Так Поступайте Как имеющие Быть Судимы По Закону Свободы И в качестве Подсказки Пока вы думаете Тринадцатый стих Ибо суд Без милости Не оказавшему Милости Милость Превозносится Над Судом Здесь Он Он Делает Переход От Закона К Евангелию Он Говорит Смотрите Братья Мои Так Говорите Так Поступайте Как имеющие Быть Судимы По Закону Свободы Он Здесь В одном Месте Как бы Проходя Он Показывает Разницу Между Судом По Закону По Которому Мы Все Виновны И Законом Свободы Который Павел Называет Законом Веры Посмотрите Апостол Павел В третьей Главе Послания К Использует Это Выражение Закон Веры Именно Закон Веры Является Законом Свободы Посмотрите 27 Стих Где же То Чем Бы Хвалиться Третья Глава Именно Где Где То Чем Бы Хвалиться Уничтожено Каким Законом Законом Дел Нет Но Законом Веры Законом Веры Что Такое Закон Веры Закон Веры Или Принцип Веры Это Когда Человек Будучи Обличен Законом И Просвещен Духом И Увидев Свет Божий В лице Иисуса Христа Он Не Смотрит На себя Не Смотрит На дела Свои Не Пытается Законом Достичь Бога И Поступать Не По Вере Апостол Павел Говорит Закон Не По Вере Третья Глава Галат По-моему 12 Стих Он Говорит Закон Не По Вере Но Исполнивший Его Жив Будет Им Закон Фундаментант Заставляет Человека Смотреть На себя И на То Что Он Делает Яков Говорит Смотрите Вот Вы Здесь Такие Хорошие Собрались А Вот Как Вы Поступаете И Вот Как Закон Обличает Вас И Согрешивший В одном Становится Виновный Против Всего Закон Он Говорит Вы Должны Поступать Однако По Другому Как И Судимы По Закону Свободы Как Христос Освободил Вас Как Христос Освободил Вас От Закона Греха И Смерти Как Христос Освободил Вас От Сурового Мужа Закона И Жена До Тех Пор Пока Жив Муж Ее Она Привязана Законом К Живому Мужу Но Если Умрет Муж То Она Может Освободиться И Принадлежать Другому То Есть Христу И Приходит Христос И Он Делает Так Что Во Христе Умирает Жена Закон Сам По Себе Никуда Не Девается Он Остается Он Остается Совершенным Мерилом Можно Даже Так Сказать Что Закон Не Упраздняется Упраздняется Наши Взаимоотношения К Закону Если Закон Связывает Нас То Все Люди Родившиеся После Адама Имеют Один Исход От Закона Возмездие Делами Закона Павел Говорит Делами Закона Не Оправдаться Никакая Плоть Но Греховная Тенденция Человека И в Первой Церкви И сегодня Смешивать Закон И Евангелие Или К Евангелию Припочковывать Закон Таким Образом Что Люди Начинают Думать Что Начавши Духом Начавши Евангелием Что Теперь Мы Усовершимся Исполнением Заповеди Яков Говорит Вы Исполняете Заповеди Если Вы Исполняете Царский Закон То Хорошо Делаете Но Исполняете Ли И Выясняется Что Не Исполняет И Он Говорит Вы Должны Поступать Так Как Имеющие Судимы По Закону Свободы И вот Что Он Здесь Говорит Очень Кратко Но Ёмко Когда Приходит Свобода Во Христе Люди Освобождаются От Бремени Закона И Когда Они Знают Уже Что Им Нет Нужды Искать Кого Хуже Них А Закон Если Человек Осуждается В Своей Совести Плотской Человек Вот Посмотрите Как Это Работает В Уголовном Кодексе Как Это Работает В Человеческом Обществе Когда Издается Какой-то Закон Свод Законов И Выясняется Что Все Члены Общества В той Или иной Степени Этот закон Нарушают Кто Кто-то Намусорил Кто-то Где-то Окурок Бросил Не там Кто-то Кому-то Окно Разбил Кто-то Кому-то Ляпнул Кто-то Где-то Что-то Стибрил Поднял Сто Рублей А Нигде Не сказал Что эти Сто Рублей Не его Где-то Что-то Присло И так Далее Когда Происходит Масса Нарушений И люди В принципе Внутри Себя Это Знают Потому Что Дела Закона Написано У них В сердце И их Совесть Обвиняет Их Что Начинают Делать Люди Они Не столько Стремятся К совершенству Сами Как Они Ищут В этом же Обществе Среди Себя Кого-то Кто Хуже И если Кого-то Хватает За шкирки Правосудия И говорит Вот Ты Виноват Ты Виновата Ты должен То-то И то-то Что Начинают Делать Люди Что Начали Делать Люди Как Только Согрешили А Вот Тот Он Больше Согрешил Жена Которую Ты дал Мне Она Дала Мне Жена Говорит Это Змей То есть Начинается Перевод Стрелок То есть Люди Ищут Кого-то Более Скандального Это Кстати Объясняет Этот Феномен Почему Общество В целом Аморально Развращенное Очень любит Осуждать На смертную Казнь Маньяков Насильников И Серийных Убийц С Большим Пафосом Брыжет Слиной С неправедным Негодованием Готовый Что вот Этого Человека Земля Не должна Вынести Его Точно Нужно Повесить Распять Четвертовать Бросить В огонь Все В одном В лаконе Почему Это люди На это Идут Потому что Для них Приятно Найти Кого-то Кто Оказался В худшем Положении И на Которого Можно перевести Стрелки Сказать Что вот Посмотрите Мы-то Ничего Вот Гитлер Какой А вот Эти Какие А вот Эти Вот Какие А вот Эти Вот Садомиты Какие Гомосексуалисты Какие они Ужасные Люди Мы-то Мы-то Добропорядочные Грешники Мы-то Занимаемся Распущенной Жизнью Со своим Полом Поэтому Мы 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 Хорошие А вот Они Вот Они То есть Это тенденция Всех Людей Поступать Вот таким Образом А он Говорит Вы судите И так Говорите Поступайте Как имеющие Быть судимы По закону Свободы Закон Свободы Что делает Христов Закон Освобождает Человека От Иллюзии По поводу Себя Освобождает От Вранья Освобождает От Лукавства Помните Блажен Человек Которому Отпущены Беззакония Посмотрите Каков Эффект Да 32 Псалом 31 Псалом У нас Смотрите Блажен Кому Отпущены Беззакония И чьи Грехи Покрыты 2 стих Блажен Человек Которому Господь Не вменит Греха И В чем Духе Нет Лукавства Видите И в чем Духе Нет Лукавства Почему Вот именно Это Да Вот раньше Занимал Хорошо То что Не вменит Это хорошо Почему Что значит В чем Духе Нет Лукавства Какого Рода Лукавства А вот Именно Такого Когда Приходит Христос И избавляет Человек Избавляется От Иллюзии О себе Он Избавляется От Вот Этого Законнического Обольщения Когда Он Думает Что Он Своими Делами Заслужит Благорасположение У Бога Надеясь На свою Плоть И Когда В этих Попытках Будучи Осуждаем Совестью Он Начинает Искать Кого-то Похуже Себя И если Находит Очень Радуется Что Есть люди Более Скандальные Чем Он Сам И Весь Свой Гнев Все Все Раздражение Изливает На Такого Рода Людей Но Это Не Закон Свободы А Когда Приходит Закон Свободы Христос Избавляет От Всего Этого И Человеку Не Нужно Врать Насчет Себя Он Признает Я Грешник Христос Спас Меня Он Избавил Меня От Закона Греха И Смерти И Он Дал Мне Заповедь Новую Он Не Десять Заповедей Как Думают Законники Что Христос Является Якобы Вновь Утверждает Десять Заповедей Нет Заповедь Которую Оставил Христос Нам Это Веровать Во Христа И Любить Друг Друга Веровать Иисуса Христа И Любить Друга На самом деле Первое Послание Иоанна Об этом Говорит Прямым Текстом Что Заповеди Его Которые Являются Не Тяжкими Это Не Служение Смертоносное Это Не Та Не То Рукописание Которое Было Против Нас Это Не Десять Заповедей Нет Это То Чтобы Мы Веровали Во Имя Смотрите 23 Стих Первого Послания Иоанна Третьей Главы А Заповедь Его Та Чтобы Мы Веровали Во Имя Сына Его Иисуса Христа И Любили Друг Друга Как Он Заповедал Нам Вот На чем Строится Служение Нового Завета Служение Духа А не Служение Бога И о И о том Что Это Вовлекает Себя Очень Много Что Этические Требования По Прежнему Остаются На самом деле Неподсильными И сегодня Для нас Потому Что Любить И Веровать Мы Тоже Самостоятельно Совершенно Не Можем Но Христос Не Говорит Что Мы Таким Образом Что Он Будет Сидеть И Измерять Как Б Количественно И Качественно Насколько Мы Глубоко Верим И Насколько Мы Любим Но Он Говорит Я Освободил Вас И Дарую Вам Новую Заповедь Что Вы Веровали Надеялись Не на Себя Не на Плоть Свою На Христа И Любили Не Как Рабы Как Сыны И Дочери Как Родные Богу Если Вы Родные Богу То Если Даже Вы Ошибаетесь Это Не Беда Христос За Все Ошибки Ваши Понес Наказание Не То Чтобы Мы Валялись В грязи Но Мы Встаем Мы Идем Мы Должны Иметь Ту Спонтанность Сынов И Дочерей В том Чтобы Делать Добро Не Просчитывать А Вот Здесь Правильно Ли Я Соблел Закон А Вот Здесь Точно Ли Я Исполнил Эту Запад Потому Что Если Мы Становимся На Путь Вот Этой Закона Мы Попадаем Вот В Это Прокрустово Ложа И У Нас Нет Никих Шансов Потому Что Проклят Вся Кто Не Исполняет Всего Что Написано В Книге Закона И так далее И Яков Нас Предостерегает Теперь Пойдем Дальше Я коснулся Почему Потому Что Это Очень Важно Закон Свободы Не Есть Моральный Закон Закон Свободы Это Тот Закон Жизни И Духа Которым Освободил Нас Христос И Тринадцатый Стих Это Делает Явным Он Говорит Ибо Суд Без Милости Не Оказавшим Милости Милость Привозносится Над Судом Что Мы Не Могли Это Вынести Но Христос Снял С Нас Это Наказание Потому Что Наказание Мира Нашего Было На Нем Он Понес Это Наказание Соответственно Он Оказал Нам Милость И Он Говорит И Вы Оказывайте Милость Вы Будучи Виновными По Закону Перед Богом Каждый Из Вас Заслуживающий Смерти Если Бог Оказал Вам Милость То И Вы Оказывайте Милость Поступайте По Другому Закону И Вот Дальше Теперь Смотрите 14 Стих Сейчас Мы Приближаемся К Самому 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 Главному Что Пользует Братья Мои Если Кто Говорит Что Он Имеет Веру А Дел Не Имеет Может Ли Эта Вера Спасти Его Вот Тоже Законники Притыкаются Об Этот Стих Вот Видите Пожалуйста Что Может Ли Вера Спасти Человека О Чем Он Здесь Говорит Обратите Внимание Апостол Яков Не Говорит Что Что Пользует Братья Мои Если Кто Имеет Веру А Дел Не Имеет Он Так Не Говорит Он Говорит Что Что Пользует Братья Если Кто Говорит Что Он Имеет Веру А Дел Не Имеет Речь Идет Об Исповедании То есть Если Человек Делает Исповедание Но Дела Не Соотносятся С Его Исповеданием Может Ли Такое Исповедание Веры Спасти Его Видите Я Здесь Делаю Добавление Но Это Добавление По Моему Стойкому Убеждению Оправдано Иаков Здесь Говорит Об Исповедании Веры А Не О Самой Вере Истинная Вера Дарованная Богом Которая Объединяет Нас Со Христом Она Никогда Не Может Быть Бесплодной Она Никогда Не Может Быть Неспасительной Потому Что Иисус Обещал Верующий Меня Имеет Жизнь Вечную То есть Кто-то Верует Никогда Не Погибнет Но Он Говорит Бывает Такое Что Человек Делает Исповедание Но Это Исповедание Оказывается Пустышкой Есть Исповедание Но Нет Дела Я Скажу Вам Больше До Того Как Иаков Это Раскроет На самом деле Павел Оговорит О том же самом На самом деле Истинная Вера Она Всегда Имеет Дела Истинная Вера Не Может Не Имеет Делать Посмотрите Что Говорит Павел В Первое Послание Фессалоникийцам Сейчас Посмотрите Как Об этом Говорит Павел Где Это Дело Дело Веры Труд Любви Так Что-то Не Туда Так Дело Веры Труд Труд Любви Сейчас Я могу Другие места Например Галатам Галатам То же самое Сейчас Во Христе Иисусе 6 стих 5 главы Галатам Ибо Во Христе Иисусе Не имеет Силы Ни обрезания Ни не обрезания Но вера Действующая Любовью Он говорит Слушайте Нет Все эти различия Господь Стер Обрезание Не обрезание Он говорит Во Христе Иисусе Не имеет силы Ни обрезания Ни не обрезания Но вера Действующая Любовью Вера На самом деле Имеет действие Вера Всегда действует Настоящая вера Если она есть Она не может Действовать Более того Я скажу вам больше Вера Есть Дело То есть Если Когда люди Говорят И вот тут Арминяне Повинны Арминяне Же тоже Говорят Оправдание Верою Но Арминяне Когда говорят Об оправдании Верою Они Имеют Ввиду Что На основании Нашего Акта Веры Бог Смотрит На это И оправдывает Нас Потому что Мы верим Из-за Нашей веры Так даже Говорит Макартр Которого Причисляют В некоторых Кругах Кальвинистам Он Однако Тоже Делает Эту же Самую Ошибку Что Because of faith Из-за веры Якобы Оправдывает Но Это входит В конфликт С Писанием Посмотрите Иисус Называет Веру Делом То есть На самом деле Вера По определению Дела Посмотрите Евангелие От Иоанна Шестая Глава К Иисусу Приходят Люди Вернее Он говорит Там Среди Множества Людей И вот Говорят Ему Иудеи Двадцать Восемь Стих Шестая Глава Иоанна И так Сказали Ему Что нам Делать Чтобы Творить Дела Божьи Иисус Сказал Им В ответ Вот Дело Божие Чтобы Вы Веровали В Того Кого Он Послал Они Говорят Что Делать Что Скажи Что Нам Делать Чтобы Делать Творить Дела Божьи Он Говорит Вот Дело Божье Чтобы Вы Веровали Веровать Есть Делать На самом деле И Иаков Ниже Скажет Что Если Ты Веруешь Хорошо Делаешь То есть Другими Словами Вера Сама По Себе Это Тоже Некое Действие Когда Человек Верит Он Действует И Потому Потому Поэтому Сказать Что Человек Оправдывает Его Собственная Вера Это То же Самое Что Человек Оправдывается Делами Закона Сегодня В первой Проповеди Упоминал И ранее Уже Тоже Матфей 23 23 Пожалуйста Где Иисус Укоряев Фарисеев Говорит Что Они Уперевшись В Какие Тут Мелочи Педантичные Исполняя Какие-то Повеления Закона Давать Десятину От всех Начатков В том числе От каждой Покупки На рынке Он Говорит Вы Оставили Важнейшее В законе И среди этого Важнейшего В законе Суд Милость И вера И по закону Иудей Он не мог Не иметь Веры Как можно Исполнять закон Не имея Веры Закон Требует Веры На самом деле Это самое первое Да не будет у тебя Других богов Предлицом Как можно Не иметь Других богов Не имея При этом Веры Закон Предполагает Веру Закон Требует Веру Вера Является Составной Частью Закона И поэтому Если человек Говорит Что его Собственная Вера Оправдывает Его Это то же самое Что он Оправдывается Важнейшим Аспектом Самого Закона Этого Не может Быть Мы должны Это понимать Да Ну и в другом Месте Который Я сейчас Вам не указал Помня Ваше Дело Веры И труд Любви У веры Есть дело Поэтому Речь не идет О том Чтобы Как бы Вера Могла быть Истинной Верой Чтобы она Могла быть Без дела Тогда Вы скажете Хорошо О чем же Говорит Яков Почему же Он говорит О вере Которая Может быть Мертвая Он же говорит Здесь о таком Давайте вернемся В Якова Итак С 14 стиха Я вновь прочитаю Он говорит Что пользы Братьям Если кто Говорит Что он имеет Веру А дел Не имеет Может ли Эта вера Спасти Его Если Брат Или Сестра Наги Не имеет Дневного Пропитания А кто Нибудь Из вас Скажет Им Идите С миром Грейтесь И питайтесь Но не Даст им Потребного Для тела Что Пользы Так И вера Если Не имеет Дел Мертва Сама По себе Опять же Вера Которая Говорит Это Фактически Исповедание Веры Исповедание Само По содержанию То Это Вера Мертва Сама По себе Но Вот тут Нужно Быть Осторожными Часть Комментаторов Макар Артур И прочие Законники Говорят Что Бесы Веруют И Трепещут И Он Говорит Что Бесы Имеют Ортодоксальную Христианскую Веру И Тем не менее Что Недостаточно Веровать Нужно Прибавить К этой Вере Дела Нет Не об этом Здесь Идет Речь Здесь Проводится Различие Яков Проводит Различие Не между Ортодоксальной Верой Которая Не имеет Дел И Верой Которая Ортодоксальная И плюс Дела Он Проводит Различие Между Вообще Неправильной Верой Ненастоящей И верой Истины Которая Действует Любовь Которая Будет Делать Дела Сейчас Я вам Это Покажу Он Говорит Дальше Так и Вера Если Или Испоедание Не имеет Дел Мертва Саму Себе Но скажет Кто-нибудь Ты имеешь Веру А я Имею Дела Покажи Мне Веру Твою Без Дел Твоих А я Покажу Тебе Веру Мою Из Дел Моих Ты Веруешь Что Бог Един Хорошо Делаешь И бесы Веруют И трепещут Но Хочешь Ли Знать Неосновательный Человек Что Вера Без Дел Мертва Не Делами Ли Оправдался Авраам Отец Наш Возложив На жертвенника Исаака Сына Своего Видишь Ли Что Вера Содействовала Делам Его И делами Вера Достигла Совершенства И исполнилось Слово Писания Веровал Авраам Богу И это Вменилось Ему В праведность И он Наречен Другом Божьим Вот здесь Смотрите Глубокие Воды Он здесь Приводит Пример Авраама Возьмем Авраама Я как бы Вернусь Немножко Поднимусь Назад Но сейчас Хочу Вот приличную Смотрите Авраам Опять же Фигура Авраама Личность Авраама Она очень Велика В очах У иудеев Авраам Отец Наш Авраам Он Наш Отец Мы Не От Пролюбодеяния Родины Мы Семя Авраама Для евреев Авраам Это Но больше Авраама Трудно Кого-то Найти Даже Моисей Он Не Больше Авраама Авраам Он Основополагающий Он Патриарх Родоначальника Иудейского Народа Так Вот И он Приводит Пример Авраама Каким Образом Вышло Так Что Вера Авраама Явилась Он Говорит Не делами Ли Оправдался Авраам Отец Наш Возложив На жертвенник Исаака Сына Своего Авраам Принес Сына Своего И Почти Что Принес Его В жертву Каким Что Что там Произошло И Каким Образом Вера Его Достигло Совершенства Вот Сейчас Мы Сделаем Связь Между тем Что я Сказал Ранее Сама Вера Авраам Есть Великий Пример Веры Иудеи Это Знали Они Знали Что Тора Закон Говорит Поверил Авраам Богу И И Вменилось Ему В Праведность Да 14 Глава Книги Бытия Но Мы Знаем Также Что Он Верой Уже Оставил Урхалдейский Он Имел Веру Он Имел Праведность От Веры Иудеи Это Знали Но Тем Не Менее Иудеи Считали Что Каким То Образом Верность Самого Авраама И Исполнение Им Заповедей Они Составляли Его Праведность Но Не Так Иаков Говорит Верность Его Исповедания То Верность Его Упования Была Явлена В том Что Он Принес На Жертвенника Исаака Сына Своего И Вера Содействовала Делам И Делами Вера Достигла Совершенства Сейчас Чтобы Не Затягивать Это Бесконечно Смотрите Сама По себе Вера Не Может Спасти Делами Закона Не Оправдается Никакая Плоть Я Сегодня Утром Говорил Что Вера Имеет Смысл Постольку Поскольку Она Имеет Верный Объект Упования Когда Авраам Принес Сына Своего Он Осуществил Акт Веры Вера Действовала У него В этот Момент Его Исповедание И Вера Его Открылась Что Она Имела Упование На Христа В Самой Истории Посмотрите Давайте Кратко Вернемся Почему Потому что Это Крайне Важно Для Нашего Понимания Откроем Бытие 22 Главу И Зачтем До 14 Сих Наверное До 14 Может Быть Дождь По 16 Стих Зачтем Из 22 Главы Итак И Было После Сих Происшествий Бог Искушал Авраама И Сказал Авраам Он Сказал Вот Я Бог Сказал Возьми Сына Твоего Единственного Твоего Которого Ты Любишь Исаака И Пойди В землю Моря И Там Принеси Его Во Всесожжение На Одно Из Гор О Которые Исаака Сына Своего Наколол Дров Для Всесожжения И Встав Пошел На Место Которым Сказал Ему Бог На Третий День Авраам Возвел Очи Свои И Увидел То Место Издалека И Сказал Авраам Отраком Своим Останьтесь Вы Здесь С Ослом А Я И Сын Пойдем Туда И Поклонимся И Возвратимся К Вам И Взял Авраам Дрова Для Всесожжения И Возложил На Исаака Сына Своего Взял В руки Огонь И Нож И Пошли Оба Вместе И Начал Исаак Говорить Авраам Отцу Своему И Сказал Отец Мой Он Отвечал Вот Я Сын Мой Он Сказал Вот Огонь И Дрова А Где Агнец Для Всесожжения Авраам Сказал Бог Усмотрит Себе Агнец Для Всесожжения Сын Мой И Шли Далее Оба Вместе И Пришли На Место Которым Сказал Ему Бог И Устроил Там Авраам Жертвенник Разложил Дрова И Связав Сына Свою Исаака Положил Его На Жертвенник Поверх Дров И Простер Авраам Руку Свою Взял Нож Чтобы Заколоть Сына Своего Над Ним Ничего Ибо Теперь Я Знаю Что Боишься Ты Бога И Не Пожалел Сына Твоего Единственного Твоего Для Меня И Возвел Авраам Очи Свои И Увидел И Вот Позади Овен Запутавшийся В чаще Рогами Своими Авраам Пошел Взял Овна И Принес Его Во Всесожжение Вместо Сына Своего И Нарек Авраам Имя Вместо Тому И Иегова Ире Господь Усмотрит Посему И Ныне Говорится На Горе И И И Говы Усмотрится Вот И Дальше Господь Обзывает И Говорит За Это Благословляю Благословлю Тебя Обетование Было Данно Еще Ранее Смотрите Авраам Аврааму Было Сказано В Исааке Наречется Семя Твое Через Него Явится Благословение Тебе Он Является Детем Обещания Через Него Ты станешь Отцом Многих Народов И Исаак Является Сильным Предзнаменованием Иисуса Христа Потому Что Он Приходит Там Где Он Не мог Как бы Прийти Где Не могла Сара Родить И Авраам Не способен Был Стать Отцом Он Приходит Сверхъестественным Чудесным Образом И в этой Истории Авраам Вообще Является Даже Образом Бога Отца Который Сына Сво Не пощадил Предает Его Но здесь Происходит И следующее Например В послании К евреям Написано Что Верую Посмотрите Это очень важно Здесь трактуется Во что Именно верил Авраам Когда все Это происходило Теперь Я не хочу Чтобы выпускали Драму Представляете Ему Вот было сказано Бог говорит Возьми Сына Твоего Единственного Твоего Которого Ты любишь И пойди В землю Море И там Принеси Во все сожжения На одной Из гора Которые Скажу тебе И там Говорится На третий День Только Они Дошли Четвертый Стих На третий День Он шел В этой Агонии Думая Обо всех Этих Вещах Три дня А теперь Смотрите Что здесь Какова была Вера У Авраама Каково было Ее содержание С 17 стиха 11 главы К евреям Верую Авраам Будучи Искушаем Принес Жертву Исаака И имея Обетование Принес Единородного О котором Было сказано В Исааке Наречется Тебе Семя Ибо Он думал Или полагал Считал Он думал Что Бог Силен Из мертвых Воскресить Почему И получил Его В предзнаменование Он думал Что Бог Силен Из мертвых Воскресить Он верил Что если Господь сказал Это значит Он сделает Так Поскольку Он дал Ему обетование Что он Вернет Его из мертвых Даже Если Он предаст Его Смерти И на самом Деле Он Как бы Получил Его из мертвых Теперь смотрите Вот деталь Интересная Возвел Авраам Очи Просто Ангел Господь Причем Ангел Господь Никто Иной Как Сам Христос Всякий Раз Когда Ангел Яхве Посланник Яхве Является И Мы Знаем Что Бога Не Видел Никто Никогда Всякий Раз Когда Является Теофан Ветхом Завете Это Через Сына Этим Посланником Является Сам Господь И Он Говорит Не Трогай Не Делай Ничего Ибо Теперь Знаю Теперь Типа Как Бы Открылась И После этого Смотрите Тринадцатый Стих И Возвел Авраам Отчество И Увидел И Вот Позади Овен Запутавшийся Чаще Рогами Своими В Евангелии От Иоанна Написано Авраам Отец Ваш Увидел День Мой И Увидел Возрадовался Восьмая Глава Евангелия От Иоанна Посмотрите Упование Авраама Было Евангельским То То есть По сути Он имел Одну Веру Такую же Веру Как Мы Единственное Что Он Смотрел Вперед Мы Смотрим На То Что Уже Произошло Он Смотрел Вперед 56 Стих Восьмой Главе Иоанна Авраам Отец Ваш Рад Был Увидеть День Мой И Увидел И Возрадовался А теперь Смотрите Такая Деталь Возвел Авраам Отчество И увидел И вот Позади Помните Иоанн говорит Он Встал Впереди Меня Потому что Больше Меня Сам Иисус Говорит Что Прежде Чем Авраам Был Прежде Нежели Авраам Был Я Есюм Он Как бы И Предшествует То есть Он Является И Отраслью И Корнем Дома Был Он И Он Нап И Он И Господь Усматривает Агнс Для Всесожжения Что Он Говорит Что Эта История говорит Авраам говорит Авраам для того чтобы сын твой жил он должен умереть чтобы потомство твое было очищено должно сбыться духовный смысл обрезания должно произойти пролитие крови для того чтобы потомство твое могло служить Господу но поскольку нет ничего того что можно было бы принести в жертву должен либо умереть он сам но я дал тебе обетование либо я усмотрю для него Альца и он видит этого овена Авраам знал что сам этот овен который запутался в чаще рогами что он не может очистить грех он верою смотрел на день Христов Бог просто через это наглядное пособие через вот этот эпизод показал ему что придет тот что Бог усмотрит на горе Иеговы кстати на этой самой горе спустя потом две тысячи лет или же более был распят Иисус Христос это то самое место где происходит распятие где происходит распятие на горе Иеговы усмотрится именно там происходит усмотрение когда Бог отдаст Агнца который возьмет на себя грех мира и таким образом очистит себе потомство долговечно видите да евангельское упование приближаемся к победному концу не спите это что касается веры Авраама и видите разумеется она имела действие кто скажет кто-нибудь ты имеешь веру я имею дела покажи мне веру твою без дел я покажу тебе веру мою из дел моих то есть опять же я предполагаю это мое предположение это не вырублено топором это не высечено на камне это мое предположение это иудейская община но здесь Иаков имеет дело по моему мнению с тем что часть людей вот как это бывает слышит звон и не знает где он услышали некоторые положения изучения апостола Павла и услышав некоторые положения апостола Павла решили что само исповедание веры что оно имеет спасительную силу поскольку где-то что-то они либо слышали либо читали либо кто-то им рассказал об учении апостола Павла и вот они решили что исповедание причем исповедание как мы увидим здесь ущербное и что его одного достаточно имея веру смотрите 19 стихом говорит Яков ты веруешь что Бог един хорошо делаешь опять же смотрите вера есть дело ты веру что Бог един слушай Израиль Господь Бог твой Бог един есть иудеи возможно что это даже смотрите что тут часть людей неизвестно насколько они были христианами то есть они считали что вот это вот чима что вот это вот исповедание иудеев что Господь Бог твой един есть что просто исповедание монотеизма а сегодня под монотеизм попадают многие религии которые далеко не дружественны крестьянство и так далее что Бог един и все он говорит ты хорошо делаешь если ты веруешь что Бог един он говорит и бесы веруют и трепещут он говорит что касается бесы знают что Бог Бог един они знают его существование то есть другими словами монотеизм просто вера в Бога никоим образом не спасительна и вот мы сейчас переходим к Евангелию снова покойный Спрол и множество других в принципе богослов до него говорили что мы должны понимать когда апостол Павел говорит что человек спасается верой или оправдывается верой мы должны понимать что имеется ввиду что он оправдывается делом вы скажете подождите голова идет кругом так верой или делами объективно говоря то что приносит оправдание не твой акт веры не твое величие веры а то что написано без пролития крови не бывает прощения Христос совершил подвиг крестный став жертвой за нас он совершил дело мы оправдываемся делом Иисуса Христа которое заключалось главным образом в том что он положил душу за нас это дело то есть другими словами просто исповедание что Бог един это никого никогда не спасало и не спасет и на самом деле если ты думаешь что ты вот веруя в это что ты чем-то лучше других людей ты ошибаешься на самом деле спасает человека дела только другое дело дела другого и истинная вера которая уповает на дела другого то есть на Христа на пролитую кровь эта вера сама будет производить дела она сама будет делать дела которые будут показывать что поверил он Богу и вменилось ему это в праведность посмотрите опять же он здесь говорит об Аврааме мы сейчас поговорили 22 стих видишь ли что вера содействовала делам его и делами вера достигла совершенства каким образом делами вера достигла совершенства через дела явлено было его упование я скажу вам больше через это дело которое он совершил на горе Мария его вера углубилась она достигла совершенства потому что он яснее увидел день Христов и увидел и возрадовался потому что там он увидел наглядный пример что Бог Господь усмотрит Агнца себе что он пошлет сына своего видите да то есть это имеет отношение даже какие-то дела которые делал Авраам или Раф блудница сейчас мы посмотрим кратко что все это имело отношение ко Христу видите ли что человек оправдывается делами а не веру только мы можем сказать прямо здесь и сейчас аминь человек оправдывается делами не веру только причем речь идет не просто о демонстрации обычно комментаторы говорят так смотрите различие между Яковом Павлом то что Павел говорит оправдание перед Богом а здесь идет о демонстрации о публичном явлении в этом да и здесь я не буду сильно спорить против этого зрения но я скажу вам что наши оправдания на самом деле делами только делами иного делами Христа потому что вера наша никоим образом не может ничего изменить и смотрите пример Ра в блуднице мы не будем сейчас подробно рассматривать но смотрите он говорит подобно и Ра в блуднице не делами ли оправдалось приняв саглядатые и отпустив их другим путем помните эту историю вкратце приходят саглядатые помните да теперь смотрите вспоминаем на что это похоже есть еще одна история в писании две истории но в первую очередь одна ближе по контексту потому что как говорится в писании это все связано просто некоторые вещи очевидно связаны а потом а это связано еще с другим так вот первая вещь очевидно связанная где в писании мы видим пример того как человек или группа людей обманывают другую группу людей ради блага вот смотрите Ра да смотрите вот кстати евангелики притыкаются многие смотрите что лгать нельзя смотрите Ра помните что сделал Ра Ра сделала а спрятала саглядатов б отпустила их и она соврала когда к ним пришли она сказала они ушли они вышли из города ищите их они побежали горам ищите их там она дала неверную информацию строго говоря она сказала неправду тем кто прислал и у некоторых людей пиетистов они слушайте Ра хорошо сделала что она их спрятала Ра хорошо сделала что отпустила но вот она это соврала и это неправильно и это и Бог это не одобряет и все таки и делает гимнастику на самом деле но смотрите а кто делал еще подобную гимнастику что происходит во время рождения Моисея что делали бабки повиванные вот вам ближайшая дана что они делают они тоже врали и Бог их нигде за это не осуждает вот вам кстати пример того что мы должны также на заповеди смотреть не оловянно деревянно как это делают фарисеи законники а понимать что даже в то время закона дух и христоцентричность торжествовали над иногда и над буквы то есть это была своего рода неправильная неверная информация тем не менее Господь это благословил посмотрите царь египетский 15 стих первой главы книги повелел поевальным бабками евреанок исков имя одно шифро а другой фу и сказал когда вы будете повевать у еврея то наблюдайте при родах если будет сын то умерщвляйте его а если дочь то пусть живет но повевальные бабки боялись Бога и не делали так как говорил им царь египетский и оставляли детей в живых царь египетский призвал повевальных бабок и сказал им для чего вы делаете такое дело что оставляет детей в живых повевальные бабки сказали фароны еврейские женщины не так как египетские они здоровы ибо прежде нежели придет неповевальная бабка они уже рождают за это Бог делал добро повевальным бабкам а народ унажался весьма усиливался они явно давали неправильную информацию и тем не Бог их благословляет смотрите с чем это еще связано смотрите два примера где сохраняется жизнь определенным людям в обоих случаях это связано с искупительной историей где мы видим еще один пример где дается неправильная информация потому что иначе ищут побиение младенцев вот здесь вот как вот Египет фарон искал где это еще происходит когда рождается сам Господь помните волхвы ирод у них спрашивает они тем не менее возвращаются как бы другим путем они не возвращаются к ироду после того то есть не то что они даже в данном случае информация но они собственно говоря не не говорят ему всего и не возвращаются к нему вот эти все три эпизода связаны тем что они связаны с искупительной историей с тем что семя дьявола ищет чтобы поразить семя жены что дракон вовлечен в борьбу с женой и он пытается нанести вред и Господь избирает людей которые предотвращают это которые не дают чтобы плохое случилось с Божьими людьми причем они делают это ценой того что они где-то говорят не дают неправильной информации то есть они как бы лгут этим злодеем и тем не менее Господь это благословляет теперь такой вопрос а Раф блудница она была спасена мы знаем что она спаслась но каким образом она оправдалась делами своими когда она отпустила соглядата то есть каким образом можем сказать что она оправдалась мы можем сказать что она уповала на то что Бог Израилев совершит то что начал совершать что он предаст эту землю в руки их и она этих соглядатов как посланников Божьих она спасает их от того чтобы они попались в руки властителей из ее же народа то есть она способствует осуществлению искупительного плана как те повивальные бабки которые способствовали тому чтобы Израиль не перестал существовать как народ чтобы были младенцы как другие которые не хотели чтобы пришедший от Иудеев Христос чтобы он погиб другими словами связь с народом и с пришествием Христа также наблюдается что она то что она сделала она оправдалась в качестве ее упования что оно было истинное то есть она действительно верила в то что Господу Господь дает эту землю и что она должна быть на стороне тех кто идет в эту землю то есть на стороне народа Божия для того чтобы осуществить план Божий она сделала дело вот и ее исповедание было явлено как верное есть еще одно место писания которое помогает это полностью утрясти так чтобы была гармоничная картина Христос говорит оправдана премудрость чадами ее это в 11 главе Евангелия от Матфея он говорит о том что чада мудрости чада Христа дети Божьи которых не приняли фарисеи отвергли иудеи которые не поверили ни Иоанну не поверили ни Христу но тем не менее дети мудрости то есть дети Христа а он есть мудрость они тем не менее поверили и премудрость оправдана не в том смысле что оправдана Как будто бы Христос имел какой-то на себе грех, его нужно было оправдать. Не в этом смысле, но явлена праведность через веру вот этих немощных. Через блудниц, через мытарей, через убогих, которые веровали. Оправдана премудрость чадами ее. То есть, другими словами, вера, подводя итог, вера, истинная вера всегда действует, она сама по себе является делом. Разумеется, сама вера не может оправдать, оправдывает только Христос. Но когда Христос дарует веру, эта вера проявляется через дела. И таким образом, мы можем действительно сказать вместе с апостолом Яков, что человек оправдывается, или, вернее, истинное его исповедание является на свет через те действия, которые он делает. Но опять мы должны возвратиться, что сам суд, вердикт оправдания приходит не иначе, как через Христа, через его жертву. Никакими другими делами закона никогда не оправдается никакая плоть. То есть, и, соответственно, отправил ты Саглидатаев, не отправил ты Саглидатаев. На самом деле, упование, истинность его подтверждается, но то дело, которое мы оправдываемся, это дело Иисуса Христа. Понятно, да? По крайней мере, такая моя попытка, с одной стороны, примирить Якова с Павлом. То есть, я не хочу отдать Якова на съедение православным или римским католикам. Они очень любят цитировать Якова, они говорят, ну, смотрите, протестанты явно не правы, потому что здесь черно по бело написано. Они берут просто, тупо цитируют и думают, что это является концом всяких споров. Они не стараются соображать духовность с духовным так, чтобы не было конфликта. Потому что Писание говорит одно, нам надлежит понимать его гармонично. Вот на этом закончим. Помолимся? Очень небесные, рассуждая с Писанием, знаем в конце дня одно, что много у тебя милости, много у тебя избавления, и ты избавишь Израиля от всех преступлений его. И только в крови Христа, Сына Твоего, есть прощение. Мы же нищие, ноги несовершенные. Если говорим, что не имеем греха, то нет нас истины. Даруй нам надеяться на Тебя и делать доброе, ибо истинная вера, она и действует в любви, и проявляется в практическом братолюбии. Даруй нам иметь правильное представление обо всем, и об этой вере евангельской, вере живой, действующей в любви. И благослови нас в этом. Да пребудут слова Твое с нами. И отпусти нас с миром. Ради Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь.